Простите, Алексей Ильич, вот к поясу Богородицы уже сегодня вспоминали. Мой зять, сославшись на священников, которые сказали, зачем вы стоите, есть частица этого пояса. И он действительно вышел из очереди и не давал мне даже внучку. Но всё-таки я ему привела свои аргументы, вот с внучкой мы приложились, а хотелось бы вашего комментария. И дальше что вы приложились, и дальше? Ну, дальше, ну это рассказать о своём ощущении, или ощущении... Приложились, и что? Ну, для меня вопроса вообще не стояло, это как просто попить, как вздохнуть. Ух, я вам и говорю вот так, будем стоять, да, искренне, с верой, только во что. Помните, как Христос, когда за ним ходили? Чудо вы ищете, пятью хлебами напитал, и все двинулись, не он для этого. Мы все ищем чего? Чудес. Не исцеление души от страстей, а ищем чего? О земных блах. Каких? Разных. И это, я вам скажу, беда, потому что можно быть действительно искренним верующим, в каком плане? Господи, очисти душу мою от всех гадостей, которых у меня полно. А можно, Господи, вот что было благополучие внучки? Правда же это очень ценная молитва? И ещё что-нибудь, и так далее. Освяти меня, да. И что это такое, не знаем. Так что не будем умиляться вот этому колоссальному количеству. С чем главное стоят люди? С желанием действительно очищения души от всякой скверны? Или от искания чуда, искания благополучия, искания решения проблем земных и так далее? Если всё второе, то скажу вам, чистое язычество, стопроцентное язычество при стопроцентной православной форме. Знак равенства поставить частицы и пояс. Одно и то же. Одно и то, какая же разница-то? Вы что думаете, если из большой чаши причаститесь, семилитровой, то благодать и будет большой. А если пол-литровой, то уже благодать и меньше будет? Что это такое за... Простите, это что такое? Ну, разве это можно? Так, при чём-то? Благодать не измеряется величиной предмета.